СМИ «Китайский радар для невидимок» в Сирии был уничтожен F-35 ВВС Израиля. 20 января 2019 года во время атаки на цели, расположенные в районе международного аэропорта Дамаска, был уничтожен радар I-27, предназначенный для обнаружения малоразмерных или малозаметных целей, в том числе и так называемых самолетов-невидимок. СМИ сообщают о том, что удар по объекту мог нанести F-35, состоящий на вооружении ВВС Израиля. В самом Израиле не подтверждают, но и не опровергают данную информацию. Израильский ресурс NGIF со ссылкой на неназванных зарубежных военных экспертов отмечает, что данный удар преследовал две цели. 1. Передать послание Сирии и Ирану, что их надежда на защиту посредством подобных систем не имеет на то серьезного основания. Атака была осуществлена в ответ на обстрел территории, которую Израиль считает своей. 2. Проверка системы ПВО Сирии и подготовка Израилем более масштабного удара. Стоит отметить, что ссылка на зарубежных экспертов, употребленная NGIF, может быть лишь поводом для обхода запрета военной цензуры. Система касается публикации внутриизраильской информации, однако не запрещает ссылки на внешние источники. В среду, 27 февраля, в Москве должны пройти переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. В их ходе глава еврейского государства собирается изложить позицию по Сирии, в том числе и о беспокоенности Израиля присутствием в Сартил корпуса стражи исламской революции. По мнению израильтян, Иран игнорирует обещание, данная Россия держится вне пределов 80 километров зоны от границы. Помимо этого, Исламская республика размещает на территории Сирии и Ливана боеголовки, способные достигнуть Израиля в течение нескольких минут. Их обновленная карта будет также представлена российскому президенту. Справка. Китайский радар И-27СЕЦ является широкополосной РЛС дальнего обнаружения. Был закуплен сирийским правительством в 2006 году в качестве одной из мер по обеспечению обновления системы ПВО. Поставки осуществлены в 2007-2009 годах. Эксперты портала Radarttorial.eu отмечают явное влияние на дизайн радара советских РЛС «Небосв» и «Небосву». Дальность обнаружения цели до 390 километров.